Всем привет! На связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru и давайте в этом видео я расскажу об оформлении визы в Индию. Сразу скажу, визу делается электронно, но можно оплатить только с иностранной банковской карты. Вообще досмотрите это видео до конца, здесь скажу все, что знаю, так как сам в Индии уже 8 лет, все нюансы, что нужно учитывать. Итак, визу для россиян, белорусов, граждан Казахстана можно оформить те электроны. Если нужна помощь, можете обращаться к нам, сделаем готовую визу под ключ и пришлем вам сразу, чтобы вам не мучиться. Потому что виза заполняется на четырех страницах, все на английском языке. Некоторые задают вопрос, можно ли заполнить визу на русском, где-то нет, нельзя. Только на английском языке заполняется. Надо подгружать загранпаспорт в формате PDF, то есть конвертировать загранпаспорт в формате PDF в нужном размере, пропорции. Если, кстати, там что-то будет не читаться, либо еще какие-то ошибки, вам просто с вас возьмут визовый сбор, который вам нужно будет оплатить с иностранной банковской карточки. Раз, ну, помучатся перевести деньги, либо большую очень комиссию заплатить, так как желающих, естественно, по курсу нет. Либо это мошенники, либо нет, но об этом будет в конце видео. Вы, надо будет загрузить правильную фотографию. Если вы загрузите документы неправильно, визы откажут, визы сбор не вернут. Поэтому будьте внимательны. Ну и, естественно, нужно заполнять эту страницу, эту анкету на четырех страницах тоже правильно. Надо, например, нельзя указывать некоторые профессии. Но о всем этом мы расскажем в видео. Сейчас скажу, визы электронные, выдаются на 30 дней, на один год или на пять лет. В чем разница? То есть на 30 дней выдаются двухкратные визы. Вы можете два раза заехать в Индию. Визовый сбор составляет меньше, 25 долларов. Виза выдается на один год. Это мультивиза. Вы можете сколько угодно въезжать в Индию. Но тут у Индии очень часто меняются различные правила. Вот, например, сейчас есть правило, что один раз не более 90 суток за одну поездку, но не более 180 дней в году, причем в календарном году. Как вот многие люди делают, например, заезжают, заехали вот в доябре, в октябре, уехали просто на несколько дней в другую страну. Я ездил в Таиланд, в Объединенные Арабские Эмираты, на Мальдивы, на Шри-Ланку. Все рядом, билеты без проблем. Ну, достаточно нормальные цены на несколько дней. У меня сейчас друзья во Вьетнам поехали и снова заехали. Опять спокойно, 90 дней можете находиться там до марта, пока здесь нормальный сезон, нет жары, ну или там залетели в январе, еще какое-то время, по этой электронной визе. Так многие люди делают. Есть еще виза на пять лет. Она тоже самая мультивиза, но в течение одного года можно находиться в Индии не более 180 суток, в течение одной поездки не более 90 дней. Визовые сборы разные. Например, за 90 дней 25 долларов, плюс комиссии, плюс индийские комиссии сайта. Ну, естественно, еще вам нужно перевести на иностранную банковскую карту. Мы, например, используем карты Киргизии, Казахстана. Кстати, если нужно оформить карту, то обращайтесь. Ссылочка будет под этим видео. Если нужно оплатить визу, также обращайтесь. Но мы рекомендуем получать готовую визу, потому что, например, оплата, что у нас, что в других компаниях. Готовая виза часто выходит такая же стоимость, как оформление, или почти такая же стоимость, как оформление готовой визы, потому что самая главная сложность этого оплаты. Но помимо заполнения анкеты на четырех страницах. Мы для оплаты используем карточки Киргизии, Казахстана. Если нужна оплата визы, можете обратиться к нам. Если нужно оформление банковской карты, вот я здесь в ИДИ, плачу, в Эмиратах, в Европе, Португалии, Италии, с казахстанских, с киргизских карт. Все отлично работает. То есть ссылочка будет под этим видео. Сюда также приложу кусок видео, как я оплачиваю здесь в кафе спокойно с казахстанской и с киргизской картой. Официально виза может оформляться где-то четыре дня. Ну, на индийском сайте иногда пишут, 72 часа. Но может и чуть дольше оформляться. Если вам нужна виза быстрее, когда, ну вот, не знаю, вы вдруг думали, что виза в Индию не нужна, она оказывается нужна, там два-три дня, напишите поскорее. Ну, нам мы скажем, какие варианты, и как, ну, есть возможность быстрее сделать или нет. А то есть, если вы там сами оформляете, либо через нас, то тоже лучше делайте заранее. Визу можно вообще подавать за 120 дней до поездки. Ничего страшного, вы ее сделаете за месяц раньше, за два, чем в последний день. Потом вспомните, что, оказывается, я забыл сделать визу за два дня до поездки, переживать, успеет она вам выйти или нет. Опять же, а вдруг, если вам визу не одобрят, особенно если вы там сами заполняете все, делаете неправильно, загрузили там документ в формате PDF, неправильно заполнили анкету. Вот, кстати, скажу лайфхак. Некоторые профессии не стоит учитывать, визе могут отказать. Например, такая профессия, как журналист. Вот, не стоит указать, если вы журналист, профессию журналист. Кстати, многие спрашивают, нужны ли обратные билеты для электронной визы. Для электронной визы не требуется предоставлять обратных билетов. Для электронной визы не обязательно там подгружать бронь отелей. Просто надо указать, в каком отеле вы будете жить. То есть, этого не нужно. Спрашивают очень многие, а нужна ли страховка для въезда в Индию? Официально не нужна, но мы рекомендуем, и я сам всегда делаю страховку, особенно при поездке в такие страны, в азиатские страны, в Гоа. Антисанитарии, другой климат, другая еда. Поехали вы на майке, упали. Лечение даже в индийских больницах обходится в хорошую сумму. Убеку много знакомых на байке, например, ездят, не соблюдают права, не носятся. Ну, или там не выпьют, поедут на байке, додумаются. Ну, попадали в больницу, сумма выходит все равно, там достаточно приличный, стоят больше тысячи рублей. Кому это надо? Если у вас есть страховка, спокойно обратились к врачу. Не знаю, у вас живот болит, голова, понос, еще что-то. Спокойно обратились к врачу, по страховке не переживайте. Ну, страховка стоит не более одного доллара в сутки. Экономить на этом я не рекомендую. Если нужна страховка, ее можно сделать с онлайн. Ссылочка будет также под этим видео. Срок действия загранпаспорта. Очень важный момент. Загранпаспорт должен быть, срок его окончания не менее 6 месяцев. Если вы будете подавать на электронную визу, и срок действия загранпаспорта будет менее 6 месяцев, у вас просто система не пропустит, не пропустит заявку, и подать будет нельзя. Также, если вы вдруг пойдете в консульство, в посольство подавать на бумажную визу, можно, кстати, оформить бумажную визу на 3-6 месяцев, тоже расскажу позже, почему не рекомендую это делать. То вам просто не дадут визу. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев. Что делать, если вы уже купили тур, купили билет, у вас срок действия загранпаспорта меньше? Ну, сделать срочно загранпаспорт. Есть такая услуга, опять обращайтесь. Если вы уже собираетесь лететь, у вас нет визы, срок действия загранпаспорта меньше, напишите нам, скажем, варианты. Есть варианты, есть возможности, они, конечно, не 100% и не гарантируют, но опять можно подсказать, что делать и как оформить визу в таких случаях, ну и какие вообще нюансы есть, и стоит ли вообще это делать. Либо быстро просто пытайтесь поменять быстро загранпаспорт. Если у вас виза в старом паспорте, например, у меня сейчас как раз пятилетняя виза в том паспорте, срок действия которого закончится. Ничего страшного, вы берете старый загранпаспорт, действующую визу, например, там пятилетнюю у вас визу и новый загранпаспорт. Вся разница в том, что вот я каждый раз прохожу пограничный контроль, у меня виза просто уже несколько раз по старой, по визе в старом загранпаспорте, я прохожу его самым последним. И дети постоянно друг у друга спрашивают, а что делать, я там стою минут 15, отдыхаю, они сходят туда-сюда, потом узнают, как правильно все это заполнить, в итоге ставят штаб в паспорте, ну, проходишь, это официально у них правило, так можно делать. Все, я думаю, вы смотрели уже многие мои видео по ГАА, по ГАА, если нет, посмотрите, там много различной полезной информации, про банковские карты, где лучше жить, советы туристам, куда сходить и тому подобное. Если вам нужна помощь в оформлении визы, обращайтесь по ссылочке под эти видео, мы работаем в Сидии уже где-то 8 лет, постоянно тоже здесь находимся, так что знай все нюансы, сделаем вам готовую визу под ключ. Ссылочка под, и контакты под эти видео. Многие спрашивают, нужна ли виза для детей? Да, для детей оформляется такая же абсолютная виза, такой же консульский визовый сбор, как и для взрослых. То есть, неважно, сколько ребенка улет, на него оформляется отдельная виза. Некоторые спрашивают, как въехать с животными. Тоже вот, если нужно, обращайтесь по ссылочке под эти видео. Там наши специалисты заполонят все декларации, все нужные для въезда там с вашей, допустим, собакой или кошкой. Есть еще виза бумажная на 3-6 месяцев. Почему я ее не рекомендую делать? Сейчас очень частый случай, люди запрашивают туда 6 месяцев, типа хочу поехать на полгода зимой, им дают на 3 месяца. Очень-очень во многих случаях. В итоге она получается еще хуже, чем электронная виза. Почему? Потому что бумажная виза, срок действия ее начинается, которую в консультах, в посольствах, во-первых, делается там только в консультах, в посольствах Москвы и Санкт-Петербурга, в индийских визовых центрах официальных. Ее срок действия начинает действовать с момента вклейки в паспорт. То есть у вас поездка 1 января, вам вклеили ее там 15 декабря, вот с 15 декабря 3 месяца начинают действовать. А срок действия, допустим, мультивизы, ну, любой индийской визы, начинается с момента въезда в страну. То есть вам дали визу на 1 год, у вас 90 дней, 3 месяца, начинают действовать с момента въезда, пересечения границы в Индию. Так же, как и пятилетие. Поэтому она выходит гораздо удобно, ну, в итоге она по факту выходит вам лучше, чем бумажная виза. Ну, просто лучше съездите, вот, ну, просто заранее найдите билеты. Просто слетайте до нескольких дней, посмотрите соседнюю страну и продлите визу. Что делать людям, которые не хотят летать? У меня куча знакомых сидят здесь по туристическим визам, делают экзит-пермит. Какой еще вариант? Есть бизнес-виза на год, на 6 месяцев. Тоже можем оформить, ссылочка под этим видео. Возможно, вот на год приехать, допустим. Ну, на полгода приехать и не выезжать в страну. Вообще, если вам нужна помощь в оформлении визы, ссылочка и контакты специалистов будут под этим видео. Также у нас есть русскоязычный чат. Обращайтесь, там очень много людей, где можете задавать вопросы. Ну, что здесь, какие правила въезда, где поменять деньги, где лучше жить. Давайте, вот, кстати, скажу, правила въезда по электронной визе. Вам приходит, мы вам присылаем, например, готовое решение, что вам одобрили электронную визу. Его распечатывайте. Многие спрашивают, а можно ли не распечатать? Ну, вот, сделайте, просто распечатайте. Иногда прокатывают, что вы показываете в телефоне. Иногда вас авиакомпания, например, может не посадить и сказать, нужны бумажные варианты. Вы бегаете по аэропорту, чтобы улететь. Я помню, сам несколько лет назад по Домодеду, а там цена одного листочка стоит 500 рублей, если не больше распечатки, если он работает. Ну, а в некоторых может и не быть, особенно в иностранных. Но зачем это надо? Просто сходите в ближайшее фотоагентство и распечатайте ту визу, которую мы вам пришлем. Вы ее показываете на границе. Сотрудник смотрит, возвращает вам эту визу и ставит штамп в паспорте о въезде. На этом штампе он указывает дату въезда и что вам разрешено находиться 90 дней в въезде. Также вас возьмут отпечатки пальцев и вам еще нужно заполнить миграционную карточку. Такая простая процедура. Ну, там просто указать имя, вам ее раздадут либо в самолете, либо перед границей. Такая небольшая, ну, простая карта. Я сюда вставлю кусок видео, там имя, фамилию, распишитесь, откуда вы летите, ничего сложного нет. И вам ставят штамп в паспорте, вы спокойно проходите границу по электронной визе. Обещал немножко рассказать про деньги. Российские банковские карты, никакой банковской карты российской, ни виза, ни мастер-карт, ни UnionPay, ни мир, нельзя платить электронную визу. UnionPay российских банков кое-где работают здесь, выйдет такой геморрой, вот ради интереса я вообще ими не пользуюсь. Мы используем иностранные банковские карты, что вам и рекомендую. Но вот ради интереса этим UnionPay в восьми местах, в одном только магазине у меня получилось заплатить UnionPay. То есть я пробовал специально 8 кафе и магазинов, а Рамбоем, Андром, Ашвим в одном только получилось заплатить. Также снять деньги, комиссии очень большие за снять себя лично. Ну, я не рекомендую использовать. Мы используем иностранные банковские карты. Также здесь же есть чаты по обмену. Ну, например, в кафе я просто плачу с иностранной банковской картой. Ну, где-то нужда наличка, например. Не во всех, кстати, кафе еще возьмут у вас карточку. Но это уже во многих может, но вдруг не работает. Наличка. Чаты по обмену. У меня, например, знакомых меняет по хорошему курсу, пониже даже, чем в Гуа стали. Или по такому же. То есть могу ссылочку дать ниже на его канал. Ну, на канал, где будут его контакты. Чаты по обмену. Вы переводите электронные рубли, вам дают рупель. Опять, лучшая иностранная банковская карта. Ну, если такое... Вот я отплачу с иностранной банковской картой. Опять, если нужно, ссылочка будет под этим видео. Что еще важно, карта работает не только выйдя везде. Вот, например, вы приезжаете в аэропорту. От того аэропорта даже деньги негде поменять. Вот я с этой банковской карты как раз оплатил такси по официальному курсу. Ну, чтобы не договариваться с таксистами. Кстати, курс сейчас в аэропорту хороший, выйди. Что в Доболиме, что в МОПе, Монахара, аэропорт новый. Спокойно, я с карточки с Киргизской оплатил эту субу и все. Панаро, естественно, работает в Европе, в других странах. Ну, так вот. А чуть-чуть, немного налички, которая здесь нужна, я обменяю как раз вот у знакомых. Вот такую миграционную карточку вам дадут в самолете. Первое имя, фамилия. Второе указывает свою дату рождения. Третье. Свой номер паспорта. Четвертый номер самолета. Ну, у вас он будет на билетном посадочном талоне. Дата приезда в Индию. Страну, где вы были, если летите из России, Россия, там из Объединенных Арабских Эмиратов, УАЭ. Адрес отеля в Гуа, свой номер телефона, им подписались. Вот так вот просто миграционную карточку еще заполните перед пограничным контролем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.